Около тысячи ребят из 47 стран приехали в Россию, чтобы лучше узнать историю и культуру нашей страны. Они живут в разных уголках земного шара, но объединяет их одно. Все они русские. Проект «Здравствуй, Россия!» организован специально для наших соотечественников за рубежом. Репортаж Алексея Крепанова. Они здороваются на разных языках, но между собой легко находят общий русский. Еще вчера они не знали друг друга, а сегодня вместе гуляют по улицам на ходу, примеряя красноармейскую шапку-ушанку. Очень интересно и весело. Я хочу, чтобы эта поездка запомнилась надолго очень. И чтобы я могла потом своим детям рассказать, что вот я участвовала в таком, и что я общалась с детьми с разных стран. Второй год подряд около тысячи школьников из русских и из смешанных семей, живущих за рубежом, приглашают в Россию. Каждый из них дома отличился по-своему. Кто-то в молодежном театре, на конкурсе по истории и литературе, или как алматинец Миша Хаджинов стал победителем престижной олимпиады по русскому языку и страноведению. Темы касались абсолютно всего, начиная от кинематографа и театрального искусства, заканчивая наукой и спортом, и устный экзамен по русскому языку. Вот сюда, где Шурали и Габдула Тукай. Эта поездка – подарок. Ребят встречают сразу три города, три культуры и эпохи – Москва, Петербург и Казань. Памятники архитектуры, принимавшие универсиаду спортивная арена – то, что раньше видели только по телевизору, на картинках или в учебниках. Мне очень все нравится, потому что этот город, он прям пропитан историей. И вообще, я думаю, это очень полезно, потому что вот русские ребята, которые проживают за рубежом, вы понимаете, они очень скучают по русскому языку, им хочется просто найти какое-то общение русское. И вот нам предоставили шанс. Впрочем, не только общение, образование – вот еще одна задача этого проекта. Впереди у ребят мастер-классы, лекции, викторины. Словом, все, что поможет сделать Россию чуточку ближе. Существует очень много стереотипов о том, что есть Россия за рубежом, причем в разных негативных оттенках. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы молодое поколение на собственном опыте убедилось, что Россия чудесная страна. Классная страна, кроме того, что мне одно не нравится, это там, как на дорогах все двигается, мелья, все въезжают. Пробки в Москве, впрочем, как и саму Москву, канадцы Даниил и Мария увидели впервые. Их родители эмигрировали еще в советское время, и таких историй здесь много. Мама сказала, что если экскурсия есть, сразу же иди за экскурсию, и не просыпайся, не иди спать в автобусе. Экскурсий хватает и в Третьяковку, и в Музей современного искусства, где клетки, стулья сплошь авторские инсталляции. Вот она, модная, авангардная Россия, какой они ее себе, пожалуй, не представляли. Часменская колонна, нет, не угадали, это грот. Часмин, что в Казахе нам неправильно подсказали? Они знакомятся с историей, культурой страны вот так вот интерактивно, разгадывая ребусы в парке царского села. И кажется, эти ребята из Эстонии уже совсем освоились, и вот сами берут интервью. Вопрос такой. А для чего вы снимаете этот ручок? Ну, для того, чтобы рассказать о вашей поездке сюда. Многие признаются, что порой не могут понять, какую страну считать родиной. Но когда уедут домой, будут обязательно писать, рисовать и рассказывать друзьям об увиденном. В одном, они уверены точно, в Россию еще обязательно вернутся. Спасибо, Россия! Алексей Крепанов, Владимир Смирнов, Ксения Угарова, Светлана Костина и Наталья Литовка. Первый канал.